Уже с раннего утра из кухни дома приема фунтустыка разносится невероятно притягательный запах готовящегося мяса. Участники стараются удивить гостей креативностью. Представители татарского этнокультурного центра в тесто для жаймы добавляют тыквенный сок. Необычный ингредиент, как уверяют повара, сделает сочни для бешбармака более ароматными, воздушными и полезными. Бешбармак, приготовленный с тыквенным соком, любят дети. У него нежный вкус и приятный аромат. Этот рецепт широко применяли еще наши бабушки. В приготовлении бешбармака важны все нюансы. Мясо, специи и даже овощи могут кардинально изменить вкус блюда. Чтобы вкус етасу стал более насыщенным, представители славянского культурного центра решили в традиционный рецепт исконно казахского блюда добавить русскую душу. А потому етасу готовили в русских национальных костюмах. Взелики мы разделили на два осталки. Один конкурсный, другой гостям. Но в основном суть вкусного бешбармака, как его сварить. Мясо надо варить на слабом огне, чтобы оно не разварилось и хорошо, нормально посолить. А тесто надо раскатать тоненько, и чтобы тоже, когда его варить, то чтобы не разварилось все. До начала дегустации остались считанные минуты. Участники уже выкладывают тесто в блюдо и с удовольствием делятся секретами настоящего казахского бешбармака. Самое главное в нем тесто. Оно должно вариться не более трех минут. Особое внимание стоит уделить и мясу. Оно должно быть свежим и правильно разделанным. Подавать бешбармак непременно нужно только горячим. И вот долгожданная дегустация. В один миг зал заполняет ароматный запах етасу. Жюри оценивает не только вкусовые качества, но и правильную подачу блюда. Очень важно соблюсти все казанские традиции. 20 этногрупп подготовились очень хорошо. Хотелось бы отметить тесто именно этногруппы, именно уйгурской кухни. Тесто вообще по всем качествам, по органиптическим показателям все как бы соответствует. И вот корейская тоже, корейская диаспора тоже как бы. Тесто тоже очень хорошее. По итогам фестиваля лучший бешбармак приготовил корейский этнокультурный центр. Он получил гран-при конкурса и 100 тысяч тенге. Первое место и 80 тысяч тенге досталось уйгурскому центру. Второе место и приз в 50 тысяч тенге разделили между собой армянский, таджикский этнокультурные центры. А третье место в упорной борьбе получили славянский, немецкий и татарский этнокультурные центры. Остальные участники фестиваля ЕТАСУ получили поощрительные призы. В рамках акции «Караван милосердия» часть мяса раздали малоимущим семьям Шумкента. В планах организаторов сделать подобный фестиваль бешбармака ежегодной традицией.